Севастополь Здравствуйте, Владимир Николаевич. Для начала расскажите, с чего началась весна 2017-го в Севастопольском симфоническом оркестре. Не успел бурно закончиться 16-й год, в котором были и год Прокофьева, и юбилей оркестра, и сотрудничество с Московской государственной филармонией. Как бурно начался 17-й год, и в 17-м году мы уже успели начать с открытия фестиваля. Вернее, это не фестиваль, это цикл концертов, посвященный выдающимся русским композиторам. Мы начали с Николая Андреевича Римского-Корсакова. Я думаю, там будет Глинка, дальше Бородин, и так дальше, и так дальше. Мы продолжим всю эту линию, но эти абонементные концерты будут идти через какой-то интервал. В это же время нам приходится делать и другие очень важные концерты. Значит, вот сейчас мы готовимся к концерту Бетховена. Далее у нас будет фестиваль, посвященный оперному искусству. И мы называем этот фестиваль имени Леонида Собинова. Это будет большой такой представительный фестиваль, на котором будет достаточно много певцов. После этого у нас будет большой концерт, также большой концерт, посвященный абонементу «Дети детям», в котором будут участвовать наши талантливые молодые выпускники музыкальных школ. Это все очень интересно. После этого у нас в перспективах, и сейчас идет договоренности, с Академией молодых певцов Санкт-Петербурга. Этот концерт планируется в Херсонесе. Ну и кроме всего прочего, есть у нас один проект. Вчера точно мы его обговаривали. Это фестиваль «Музыкальный сентябрь», который будет базироваться в основном на камерной музыке. И центром этого фестиваля камерной музыки будет всемирно известный квартет имени Ойстраха. И вот все вот эти вот мероприятия, остальные мы еще просто уточняем. Так что вот такие вот в основном мероприятия планируются на 17-й год. Вот с чего, собственно, началось. Скажите, часто ли приходится выступать с музыкантами из других городов? Из других городов нам приходится выступать достаточно часто. Вот я говорю, что, например, вот Московская филармония. Вот наши шефы из Санкт-Петербурга у нас выступают музыканты. И за границей у нас выступают музыканты. Я имею в виду из дальнего зарубежья. Так что, ну, достаточно, достаточно для нашего города. Достаточно. Скажите, сколько человек сейчас под вашим руководством? Планируете ли расширять штат? В нашем оркестре он еще пока до конца не доукомплектован, потому что мы имеем средства на укомплектацию всего каких-то 7-8 месяцев. Да. Так оркестры быстро не делаются. И тем не менее в нашем оркестре 60 человек. Вот. Проблемы, конечно, у нас такие, что мы должны, конечно, увеличить состав где-то до 65-70 человек. Вот. Но проблема у нас с жильем, поскольку мы приглашаем молодых специалистов из российских вузов, а жить им негде. Квартирная плата очень дорогая. Вот. И мы, так сказать, ведем уже приличное время, ведем разговоры с Управлением культуры, с Заксобранием, с правительством, о том, чтобы нам помогли с общежитейскими комнатами. А как давно вопрос тут решается? Этот вопрос решается, ну, по крайней мере, вот с октября, с октября прошлого года. Так много человек у вас в оркестре. Скажите, как удается взаимодействовать с каждым музыкантом? Ну, здесь, конечно, нельзя говорить о том, что вот такой великий маг, который может, так сказать, управлять всеми. Здесь есть определенные закономерности. Музыкант приходит, а мы других и не берем, как правило, заинтересованный в своей профессии и в цели, ради которой он работает. И вот, естественно, так сказать, вот соблюдая баланс интересов личностный и профессиональный и дисциплинарный, можно и вполне нормально руководить и контактировать с каждым из музыкантов. Контакт у нас и так идет. У нас идет контакт психологический, так сказать, интеллектуальный, визуальный, я имею в виду, дирижерские жесты. Но, кроме этого, еще и личностный контакт, конечно же. Необходимо знать, что на душе у каждого из артистов оркестра, что их волнует, чем они радуются, чем гордятся и так дальше. Так что приходится все время, все время приходится беспокоиться. А теперь вот мы беспокоимся о их жилье. О их жилье. Ну и кроме этого, есть беспокойство о инструментарии. Дело в том, что, Оля, многие музыканты приходят в оркестр, и этот закон такой существует, негласный, они приходят со своими инструментами. Но только с теми инструментами, которые, так сказать, мобильны, с которыми он может ходить и так дальше, существует целый класс инструментов, которые невозможно переносить. Это литавры, это большой барабан огромный, контрабасы, колокола, арфа. И вот эти, так называемые, стационарные инструменты, мы просим наш город все-таки закупить эти инструменты, потому что без них оркестр не может существовать. Вот. И так как оркестр не может существовать, так и музыканты, которые специалисты в этих инструментах, они без этих инструментов тоже не могут. И вот это у них тоже проблема. Понимаете? И вот, ну, решаем, наверное, как-то эти проблемы. А какая сумма необходима для того, чтобы приобрести эти инструменты? Ой, вы знаете, я сейчас прямо с лета не скажу, потому что мы отдали перечень и сумму, так сказать, в управлении культуры. И, так сказать, бухгалтерия там посчитала. Я сейчас просто не могу сказать. Ну, приличная сумма, конечно. Это стационарные инструменты, они покупаются как минимум на 25-30 лет. Так что это не какие-то просто микрофончики и так дальше, которые меняются все время. Нет, это стационарные инструменты. Владимир Николаевич, расскажите сейчас, чем живет оркестр? Вот мы сейчас готовимся к концерту из произведения Людвига Ивана Бетховена. И у нас тоже есть задумка определенного рода. Может быть, с этого концерта мы и начнем сделать цикл концертов, посвященных симфониям и фортепианным концертам Людвига Ивана Бетховена. Как известно, 9 симфоний и 5 фортепианных концертов, плюс фантазия до минор для хора и оркестра. Итого получается 9 вечеров с Бетховеном. Ну, может быть, не подряд, а через определенный интервал. Это было бы здорово, севастопольцев так бы это обогатило, все-таки живьем услышать все симфонии Бетховена. Это здорово. Ну и кроме этого, значит, мы в нашем предстоящем концерте будем играть первую симфонию Бетховена и 5 фортепианный концерт, который имеет, так сказать, такое негласное, в кавычках, название «Император». Это знаменитый концерт. Это тот концерт, в котором примет участие Мария Ким? Да, да, это тот концерт, в котором примет участие Мария Ким. Да, лауреат международных конкурсов, многих причем. Вот наша землячка. Вообще я вам хочу сказать, что мы как-то с радостью относимся к тому, что наши бывшие ученики не забывают наш город. Наши ученики, которые, так сказать, добились уже достаточно высокого уровня исполнительского, не только в России, но и за рубежом, они не забывают наш город, они приезжают к нам и с нами сотрудничают. Это очень радостно, это здорово. Они не разрывают связи с нашим городом. У нас есть фрагмент выступления Марии Ким. Давайте посмотрим. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Она играла концерт Сен-Санса номер два. Это выдающийся концерт в репертуаре у всех мировых исполнителей. Это очень красиво. Это была третья часть, финал, даже кусочек финала этого концерта. Вот так. Ну и расскажите, какие еще проекты совместного творчества планируете в дальнейшем? Да, значит, в дальнейшем у нас также остаются в хорошем смысле традиционные связи с Московской филармонией. И вот в этой связи я не случайно сказал, что в рамках этого сотрудничества мы будем делать фестиваль, посвященный камерной музыке, в котором будет гвоздем программы «Квартет имени Ойстраха» и «Мария Ким» и «Оркестр». Кроме этого, я еще разочек повторюсь, потому что это очень важно. На Херсонесе планируем сделать концерт с молодыми певцами из Санкт-Петербурга. Называется «Академия певцов Мариинского театра». Ну и кроме всего прочего, значит, фестиваль имени Леонида Собинова. Это будет большой фестиваль, который будет проходить в апреле. И мы планируем большой детский концерт наших одаренных детей, который у нас также традиционно проводится. Так что вот, собственно, ближайшее мероприятие, плюс к этому концерт на 35-й батарее. Концерт на 35-й батарее 3 июля. Да, скорее всего, что так. Вот примерно вот эти вот планы у нас, так сказать, существуют. И я надеюсь, что они осуществятся. Во всяком случае, как-то нам везет, мы еще ни разу от своих планов не отступали. Я думаю, все успешно реализуется. Время нашей передачи закончилось, к сожалению. Спасибо, что нашли время к нам прийти, а также за вашу деятельность и вклад в культурную жизнь города. Спасибо, Ручки. Спасибо. О планах и перспективах работы Севастопольского симфонического оркестра рассказал его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ким. Это была программа «В контексте». Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова